Уже прошло время таких моментов, как знакомые, связи, звонки, визитки. Мнение народа уже, я считаю, пора менять, время цифровизации. У инспекторов есть чутье, какую машину остановить. Так ли это? То есть вам обещали определенную сумму денег взамен на то, чтобы вы удаляли видео. Что вообще у нас по статистике в Кыргызстане больше нарушает, девушки или мужчины? Мне кажется, наши подписчики вас узнали, потому что вы всегда на виду. Для начала я бы хотела поближе с вами познакомиться. Как давно вы в службе? Примерно я работаю в органах внутренних дел уже два года, плюс-минус, наверное. Расскажите, как вы вообще выбрали эту проспетию? Это была мечта детства или, может быть, все-таки родители посоветовали? Нет, я никогда не мечтал стать сотрудником, как некоторые говорят, то, что это была мечта детства, там, в виде реформы. А на самом деле мои домашние были против, чтобы я работал в органах внутренних дел, в милиции, в прокуратуре, где бы это ни было. Мои родители из таких семей преподаватели, да, и бабушка моя была преподавателем, и мама у меня преподаватель, всю жизнь работала. И я, если честно, я работал преподавателем, да. А бытует мнение, что у инспекторов есть чутье, какую машину остановить? Так ли это? Да, действительно, у многих сотрудников через время работы проявляется такой инстинкт. Во-первых, инстинкт – это самосохранение, потому что бывает, когда водители в нетрезвом состоянии, они могут сбить. Это, во-первых, издалека, в принципе, это видно. Плюс, из-за работы сотрудник уже понимает и видит, как водитель водит машину, его реакции, когда видит сотрудника. Бывает такое, если водитель в действительности в нетрезвом состоянии, он издалека может завернуть куда-то, либо с полосы на полосу перестроиться очень резко, либо просто затормозить. Либо при того, как он увидит сотрудника, он теряется. И да, действительно, в этот момент сотрудник понимает и останавливает эти транспортные средства. Это не сразу дается, это через время, время опыта, и сотрудника проявляются такие моменты. Мирлан, назовите, пожалуйста, самые аварийные участки в Бишкеке. Где чаще всего у нас происходит ДТП? Зачастую на территории города Бишкек, на нашей столице, происходит дороже транспортные происшествия. Это всем известная улица Масалеева, а если сказать другим языком, к которым все привыкли, это уже Южная магистраль. Там зачастую гоняют наши молодежи, это раз. Особенно после 12 часов ночи, после полуночи выезжают в основном с таких ночных клубов, всем известные такие, как Сьюзи Вонг, Хилси и так далее. И в связи с этими событиями зачастую происходит дороже транспортные происшествия. А также зачастую происходит ДТП. это с участием с автотранспортных средств, это мотобайки с мотоциклистами зачастую. В последнее время, да, столовщик? Да, в последнее время, так как они действительно, я их не осуждаю никак, но бывают моменты, то что многие садятся за мотобайк, не имея категории, это специально, это А-категория, а также не обученные каким-либо специальными автошколами, если так сказать, это самоучки. Мирлан, я знаю, что в последние полтора года патрульная служба милиции очень активно ведет социальные сети, я считаю, что в этом есть ваша заслуга. Вообще, как появилась такая идея снимать нарушителей на видео? Знаете, ранее, наоборот, водители снимали сотрудников, вы хотели дать ответку, или это наоборот, чтобы люди видели, что нарушителей публикуют и меньше нарушали? Изначально эта идея у меня зародилась с первых моих видео, когда я начал выписывать протоколы нарушителям за ремень безопасности, может, многие помнят, это началось специально выписать, и специально сказать, и это и пропаганда была с другой стороны социальных сетей, таких определенных звезд, помните, я оформляли там за ремень безопасность, это были актеры, певцы, блогеры и так далее. И в связи с этим зародилась уже дальше идея, чтобы мы тоже показывали свою работу, то, что не только сотрудники сами нарушают, как нас привыкли снимать, то, что ой, какие вы такие, сами нарушаете, но и другие водители автотранспортных средств тоже нарушают. И в последствии, как-то все это зародилось, я начал даже через YouTube смотреть, как это все монтировать, через определенные предложения, там, Капкад, Вен и так далее. И все, и как-то это все, знаете, понеслось, да, само собой. Вообще, как народ воспринял такой контент? У вас есть хейтеры? Да, зачастую я изначально замечал, то, что многие писали, то, что он себя пиарит, зачем он это делает, нельзя ли это все не на показ делать, почему просто так не делать, как обычно. Ну, мнение народа уже, я считаю, пора менять, время цифровизации. сотрудники тоже, мы, так сказать, люди, мы тоже пользуемся определенными цифровыми моментами. И да, меня хейтили за это, может, и сейчас хейтят, но в каждой структуре, я считаю, должен быть тот человек, который должен постоять за свою службу. Не во всех, имеется в виду, моментах, а, по крайней мере, в социальных сетях, так как 90% жителей данного мира, народа, живут именно соцсетями и смотрят всякие определенные форматы. Мирлан, насчет контента, кто монтирует видео, кто выбирает музыку, потому что я всегда вижу, что у вас такие необычные песни на вашей публикации. Да, все эти ролики, получается, снимаю я, монтирую также я есть через программу Капкад, Вен и так далее. И всегда, когда попадается какое-то видео, например, которое я монтирую, я долго думаю, какую музыку поставить. Например, если определенная машина, например, Range Rover, я подбираю песни под Range Rover, что-нибудь. Если водитель в нетрезвом состоянии начинает кричать, орать, я выбираю контексты из каких-либо определенных фильмов, я это все записываю и подставляю. Это не собираюсь, я не собираюсь унизить кого-то этими песнями, кадрами. Это просто весело. То есть, помимо скучных протоколов, вы хотите, чтобы у людей была какая-то улыбка на лице? Все равно как бы смотреть на просто протокол, на фотографии, на сотрудника, я думаю, для народа неинтересно. А если это показать в обширном варианте, еще с такими озвучками, я думаю, это более-менее смешно. Скажите, что можете сказать о отношении водителей к вашей службе? Как часто приходится сталкиваться с хамством, с конфликтами? Да, зачастую приходится такое сталкиваться у нас. Бывает такое, особенно под знаками 3.27. Многие привыкли, и сразу, когда подходишь, здороваешься, просишь документы и объясняешь, что вам выпишем протокол, и многие начинают, ай, ты единый турбайбу, он тот стоит, ты и стоит, почему им не пишешь? Ну, по крайней мере, каждый водитель должен научиться отвечать за себя. И да, хамства много в отношении меня. Кто-то может обматерить меня, кто-то может и послать грубо на подобие вещи. Но так как ты сотрудник органов внутренних дел, у тебя есть погоны, честь мундира и есть профессиональная этика. Как бы меня не обматерили, как бы меня не послали, мне приходится держать это все в себе. И после работы действительно тяжело, так как энергия человека подавляет. И приходится с этим справляться. Мирлан, я знаю то, что вы яро боретесь против незаконной тонировки. У вас очень много видео в Инстаграме, да? Расскажите вообще, почему именно свой акцент именно сделали на тонировку? Именно на тонировку? Ну, знаете как, даже когда я был студентом, было время такое, то что многие студенты, у которых есть, так сказать, какие-то связи, знакомые, про те же самые визитки, например, когда поднимался вопрос в социальных сетях, они привыкли, то что они, как говорят, безнаказанность, она порождает вседозволенность. И я считаю то, что все, пора закрывать эти какие-то моменты, эти двери. И я начал с тонировки, да? Так как незаконная тонировка, да, если взять с одной стороны, это обычная пленка. Это логично. Это просто темная пленка, которому человеку, может, это помогает где-то, я не знаю, ну, либо, может, комфортно, а кто-то просто, если так сказать, иными словами, хочет показаться людям, да, понтуиться другим образом. И я решил сделать акцент на этом не для того, чтобы показать пленочное покрытие какое-то, а показать то, что уже прошло время таких моментов, как знакомые связи, звонки, визитки. И так как именно в этих моментах водители зачастую пользуются такими связями, да, именно с тонировкой, да? Вот в ваших видео я замечаю то, что вы, несмотря на то, какая марка машины, кто за рулем, в любом случае оформляете протокол, вообще было ли такое, что вам угрожали, или там звонком говорили, типа удаляй видео, а я тебе, например, там машину подарю, или квартиру подарю, может быть, да? Было ли такое? Честно, да, были такие моменты, когда, во-первых, угрожали, звонили с разных скрытых номеров, отправляли смс, через каких-то людей привет передавали, типа передайте, он долго не проработает, такими темпами мы его уберем, снимем и так далее. Есть много таких угрожающих моментов. Бывало такое то, что за мной даже следили, это правда, один раз поцарапали мою машину, и там кое-что написали, так, ну, не прямо это было, так, большим контекстом, да, ну, был такой контекст, это во-первых. А во-вторых, то, что вы сказали, были ли такие моменты, когда люди предлагали, чтобы я, там, удалил, да, удалили видео, либо просто, чтобы я не трогал, либо закрывал глаза, да, таких моментов очень было много. Конечно, квартиру мне не предлагали, даже если предложат, я откажусь, но таких моментов было очень много, когда выходили, опять же, на моих знакомых. Зачастую у нас как делается? Когда ты останавливаешь кого-то, ты его закидываешь, оформляешь в рамках закона, этот человек напрямую, скорее всего, тебе не скажет. Опять, это, так сказать, паутина, через определенных лиц, они выходили, говорили, типа, давай мы тебе там, я не знаю, это будет правильно на камеру сказать, или нет. Говорители как есть. Типа, ну, если так сказать, определенная какая-то ставочная сумма, ежемесячная, это, нежели чем моя официальная заработная плата, там другая такая, да, так образно взять, чтобы я не трогал, просто закрывал глаза, не закидывал, удалял, таких моментов было очень-очень. То есть, вам обещали определенную сумму денег взамен на то, чтобы вы удаляли видео? Да, да, просто, чтобы я кого-то не трогал, чтобы я удалил это видео. Было только много денег. А какая сумма, если не секрет? Блин, ну, большая сумма. Вот вы говорите то, что очень много угроз. Не было ли такой мысли, вот, взять все, бросить и уволиться? Да, действительно, эти мысли посещают мою голову. Мне иногда хочется взять все, бросить действительно уйти, выбрать такую более-менее спокойную работу, чтобы я спокойно спал, спокойно жилось. Но, я считаю то, что есть определенный промежуток времени, в котором я постараюсь нести свой вклад для наших водителей, для правил дорожного движения, для наших определенных лиц. И, может, время покажет, как расставиться карты мои в жизни. Ну, я считаю то, что, возможно, я когда-нибудь покину эту службу. Может, не сейчас, может, лет через пять, может, семь. пока, пока я не угасну. Мирлан, вот, часто бывает то, что вы на своих видео показываете, что связи ничего не решают. То есть, вы останавливаете машину, а там начинают звонить, там, своим знакомым и так далее. Были ли случаи, когда ваши друзья, родственники звонили вам, чтобы вы их как-то выручили? Как вы вообще на такое смотрите? Да, действительно, я не скрою этого. Изначально, когда я только зашел, мои знакомые, друзья, близкие, родственники мне звонили, типа, ай, Мика, типа, Сюлья Шепкович, вот, я потом один-два раза, я, короче, отказал, это, получается, моим родственникам, в последующем я друзьям отказал. Типа, ребят, нет, у сотрудников боди-камеры, там, трекеры работают, я не смогу, лица видят, и так далее. И потом я начал пропагандировать телефонные звонки, визитки, как я повторюсь, и мои близкие, круг людей уже привыкли, чалбайт вообще не звонят. Если даже говорят, позвони, Микки, они такие, типа, а он трубку не возьмет же, либо он наоборот скажет, типа, хотя бы выпишите ему там, за что-нибудь, да, за какое-то нарушение. И за это меня осуждают, потому что, я считаю, то, что наш народ, еще не все привыкли, к тому, чтобы определенным таким моментом, когда, у нас же есть такое в крови, родственникам надо помогать, связи есть, надо пользоваться, друзья, если звонят, надо помогать. Ну, каждый человек должен отвечать за свои поступки. И я считаю, нарушить правила дорожного движения, это, в принципе, административное нарушение, это не такое уголовное. И я считаю, за нее надо обязательно понести наказание, да, как бы, один протокол, возможно, даст по голове человеку, что нельзя так нарушать больше, да. Опять же, автохулиганцы, когда бывает зачастую, когда им выписываешь протокол на 15-20 тысяч самов, они уже не повторяют такие моменты. А еще, скажите, пожалуйста, кто вообще у нас по статистике в Кыргызстане больше нарушает, девушки или мужчины? Ну, если честно, определенной такой статистики нету, женский пол и мужской пол, да, но зачастую нарушают это те злостные нарушители, я так скажу, которые постоянно, специально нарушают. Вот есть такие лица, да. А редко такое то, что либо именно девушка, именно мужчина такое не бывает. Просто есть ребята, которые готовы постоянно нарушать, и готовы, они определенный свой контент снимают, я знаю, такие лица, они нарушают, мы им выписываем протокол, они оплачивают, они злостные нарушители, они делают свой контент. Несмотря на то, что вы боретесь против вот этих поборов, коррупция имеет место быть все равно среди сотрудников. Все верно. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы вообще с корня искоренить эту коррупцию на дороге? Честно, это тяжелый вопрос. Для меня, наверное, более-менее, но я постараюсь ответить. Коррупцию, чтобы искоренить, ну, во-первых, надо вести в разум сотрудника, чтобы он не брал то, что надо постараться поработать для народа. не для своего кармана, да, если так взять. А во-вторых, я не осуждаю ни какого-либо, но на данный момент заработная плата у сотрудников, ну, я не скажу, большая сумма, но на еду, на хлеб, в принципе, хватает. Я не спорю. Да, возможно, большего чего-то он и не сможет сделать, ну, по крайней мере, жить так, как надо, он, в принципе, сможет, да, и чтобы искоренить это, надо каждому сотруднику влить в его разум то, что нельзя брать деньги, то, что надо поработать для народа. Да, есть сотрудники, которые живут, я это скажу открыто и на камеру, возможно, это за это меня осудят, но есть сотрудники, у которых нет своего дома, нет машины, они зарабатывают, живут на заработной плате, у них семья, еще трое-четверо детей, и на данный момент снимать квартиру, это тоже, как минимум, тысяч 15-20, если не секрет, никому. Плюс пропитание, мясо дорогое, хлеб тоже и так далее, да. То есть это от зарплаты, да? Да, от зарплаты, я считаю, надо более-менее повысить заработную плату, да. Вообще, работа у ПСМ очень нервная, да, требует такой выдержки, какими качествами должен обладать человек, который хочет к вам на работу, да. Во-первых, сдержанность, я считаю, во-вторых, честность, и должно быть вот внутри себя, его внутреннее эго, должно быть подавлено, не должно быть такого, я сотрудник, у меня удостоверение, я сделаю все, что захочу, не должно быть такого, и самое главное, я считаю, когда сотрудник идет войти в эту структуру, в эту службу, он должен идти, не для того, чтобы, как многие, я не скажу, как многие, но есть определенные лица, чтобы разбогатеть, либо сделать что-то для себя, а идти, служить для народа, да, и чтобы быть полезным, и чтобы его уважали, по крайней мере, за его деятельность. Что вы скажете насчет сообщества Сафари, которые также борются против коррупции на дорогах? Я отношусь к этому всему нейтрально, да, они тоже молодцы, они стараются, они тоже за право судья, никому не секрет, они также снимают определенные видеоролики, так как нарушают водители, водители, это раз, а также бывают такие моменты, когда сотрудники сами нарушают, они такое тоже часто освещают, да, закон для всех един, я отношусь к ним нейтрально, они делают свою работу, мы делаем свою работу. Недавно спонсоры подарили два автомобиля, Hyundai Grandel, один, как я знаю, для сопровождения, а другой дали вам. Мне интересно, почему у вас такая привилегия? Ну, это было на усмотрение нашего руководства, но, если исходить из логики, они посчитали так, чтобы действительно этот Hyundai Grandel, он должен освещаться для народа, показаться для народа, то, что мы можем работать, я не знаю, то, что наша страна тоже развивается, и у нас тоже есть такие автотранспортные средства. И моя задача была поставлена так, чтобы я это осветил, чтобы я показал. Спасибо вам большое за интересную беседу. Пожалуйста. Мне кажется, нашим зрителям было очень интересно вас послушать. если вам понравился этот выпуск, пишите в комментариях, и мы сделаем вторую часть. Но для этого нужна будет ваша помощь. Пишите свои вопросы в комментариях для УПСМ, а в следующем выпуске Мирлан снова ответит уже на ваши вопросы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок